Почетные грамоты за вклад в развитие волонтерского движения награждается Воронцова Анастасия Игоревна. В зале студенты, школьники, всего грамотами и благодарственными письмами Управления по делам молодежи отметили 40 добровольцев. В городском волонтерском движении участвуют более 3000 ребят. Десятая часть анапской молодежи. У Марии Шуляк 70 часов, проведенных на различных мероприятиях. Говорит, что было очень много свободного времени, и она решила его занимать с пользой для себя и родного города. Мне это настолько нравится, что я уже не представляю свою жизнь без волонтерской деятельности, поэтому я планирую заниматься этим дальше и ездить на более серьезные мероприятия крупного масштаба, мирового масштаба, это Олимпиады, чемпионат мира по футболу, думаю, как-то может быть туда пробиться. Около 10 ребят сделали свои первые шаги в волонтерском движении и получили пока чистые книжки, в которых будет вестись летопись их деятельности. Маргарита Никитенко начала со второго форума «Гражданская инициатива», который прошел в ноябре текущего года. Это краевое мероприятие, в котором принимают участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. Мне дает море позитива, я люблю общаться с людьми, мне дает просто общение, я люблю помогать. Мне очень нравится, когда ты смотришь на людей, которым помогаешь, и они прямо тебе глазами говорят спасибо, продолжая в том же духе. Уборка пляжей – одно из ключевых направлений волонтерской деятельности. Крупные спортивные соревнования, как этот забег по пересеченной местности, не обходится без волонтеров. Ребята стояли на специальных точках вдоль всего маршрута от Анапы до Суко и далее. В текущем режиме молодые люди организуют праздники для детей, помогают пожилым людям. Они не могут это не делать. Делать хорошие дела, делать хорошие красивые поступки сейчас это модно. И это тоже немаловажная деталь, когда не модно курить и пить где-то, хотя мы тоже это пережили. А именно быть красивым, быть спортивным, быть подтянутым, быть человеком, который делает хорошие, нужные вещи. Сейчас это тренд нашей молодежи. Встреча в таком формате проходила впервые. Это сделано для того, чтобы обсудить, если можно так сказать, отраслевые вопросы. Ребят интересовало, можно ли разработать специальную одежду, чтобы обозначать себя на мероприятиях. Они предложили начинать информировать о волонтерстве, начиная с младших классов. Возникла идея открыть специальные курсы для тех, кто намерен помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, потому что часто необходимы специальные знания. В городском управлении по делам молодежи видят в волонтерах союзников противостояние негативной информации в социальных сетях и говорят о движении в целом как об альтернативе, когда ребята занимаются хорошими делами, а значит у них нет времени на плохие.